Сегодня мы с вами поговорим в двух словах о 109-й странице трактата Бавакамы. Опять сразу предупреждаю, что урок технический и для подавляющего большинства слушателей будет неинтересным, поэтому просто я уже принял, блин, эдер стараться на каждую страницу хоть что-то сказать, но ничего особенно интересного я не смогу сказать по отношению к этой странице, поэтому те, кто не особенно заинтересованы в технических деталях, сразу советую пропустить. Итак, мы начали обсуждать Мишну, которая началась на предыдущей странице в конце и продолжается на этой странице. Значит, первая часть Мишны была про человека, который уже поклялся ложно по отношению к тому, что он украл у собственного отца. И мы сказали, что теперь ему нужно, когда, если отец умрет, даже если он сам наследник, все равно ему нужно теперь вернуть это краденое, да, он не может просто сказать, что все равно я это теперь унаследовал. И даже если есть другие наследники, мы не говорим, что хотя бы часть он получит назад, только если с помощью такого трюка, с помощью других людей, у которых он занял, они могут уже получить ту часть, которая ему положена, из того, что было отдано другим наследникам. Так вот, похожий очень трюк описывается дальше по отношению к человеку, у которого отец сказал, что он не хочет, чтобы его сын получал какое-то удовольствие от него. Мы с вами видели подобные вещи в трактате «Не дарим» не раз. Что в те времена люди все время брали на себя какие-то клятвы, обеты, да, в том числе «Не дарим», что, допустим, поссорился отец, не может простить сына и говорит, вот, я тебе запрещаю иметь любой гана от меня, чтобы ты не получил ничего от моего имущества, что ты никакого удовольствия не будешь иметь от моего имущества. Да, и сургана сделал. Бывало это делали люди чужие друг к другу, или соседи, или бывшие друзья, когда поссорились, а бывало даже отец сыну мог такое сделать, представляете? Так вот, если теперь отец умрет, если он сказал, когда при жизни делал этот недер, этот обет брал, он сказал просто, что ты не можешь получать от меня удовольствие, тогда после смерти таки сын наследует его. То есть после смерти он уже не получает напрямую удовольствие от умершего отца, у отца больше нет, поэтому он получает наследие. А вот если он сказал, мне фураж, открыто сказал, когда клялся, что, говорит, и при жизни, и после смерти, то есть подчеркнул, что так на тебя зол, не прощу тебя никогда, и чтобы ты не получал никакого удовольствия, я тебе запрещаю, да, и делаю недер, что ты не получишь удовольствия от меня ни при жизни, ни после моей смерти. Вот тогда сын не может ничего наследовать у него. А что делать, если сын бедный, ему нечего есть, например, тогда похожий трюк. Поэтому это Мишна здесь это приводит, да. Казалось бы, этой Мишне место в трактате не дарим, но так как трюк очень похожий на предыдущий случай, то поэтому упоминается здесь, в этой Мишне. А именно, что можно сделать? Сын занимает у каких-то людей на еду, например, а они уже идут и получают от остальных наследников ту часть, которую бы получил сын. То есть сыну же все равно положено наследие, в принципе, просто он не может это получить из-за Исургана, из-за запрета вот этой клятвы, этого обета, недера. Но в данном случае сын напрямую не получил ничего от отца. Сын занял у других людей, а они когда не смогли получить от него никаких денег, он бедный, поэтому пошли и получили часть его наследия, которая ему была положена. Это не считается гана, это не прямое гана, не прямое удовольствие, и поэтому такой вариант разрешен. Из Гемора я хочу только немножко здесь кое-что перевести. Здесь очень сложные, запутанные слуги, и на следующей странице будет уже новая Мишна, в том числе будет касаться вопроса. Вы знаете, что Тора специально почему-то написала целый отрывок, специальное обсуждение в книге Бамидбар. У нас же все почти законы, связанные с Ашамом, о котором здесь идет речь, многие законы, которые мы до сих пор видели, это было в конце главы Ваекра. Не книга Ваекра, а главы Ваекра, то есть первой главы книги Ваекра. В конце этой главы, это пятая глава, пятый капитал. Вот там описывается в том числе Ашам Гизейл, то что называется. Что если человек поклялся, что он чужое не забирал, что у него украли, например, у человека, который должен был охранять чужие вещи, он поклялся, что их украли, а он сам их украл. Или человек, который нашел чью-то пропажу и поклялся. Вот это все в случае, когда потом он приносит, если раскаялся, приносит корма на Ашам и платит назад на пятую часть больше. Так вот, в случае, когда некому платить, то есть тот, кого он украл, он сам умер и родственников у него тоже не осталось. Нету никаких родственников. Как такое может быть? Это только герр может быть. Герр, если человек пришел в иудаизм и не родил детей, то у него нету теперь родственников. Да, если два брата пришли в иудаизм, они не родственники друг другу из Торой, потому что в момент перехода они как новые люди как бы становятся. Поэтому у Гера не могут быть родственники, только если он родит детей, будучи евреем. Есть еще похожий вариант, если человек родился бы, допустим, от отца не еврея и матери еврейки. Здесь тому не обсуждают то, что это через грех только. Поэтому берет пример Гера. Но вот Тора не говорит конкретно Герр. Тора говорит, если у человека нету наследников. Но Талмуд объясняет, что у всех евреев есть наследники. Просто иногда это Дании родственники, седьмая вода на киселе, но какие-то наследники всегда есть. Видите, я юродный брат какой-нибудь, да? Если нет вообще наследников, нет никаких родственников, это только Герр. Или потомок Герем, такое тоже возможно. Допустим, Герр пришел в иудаизм, у него родилось даже может быть двое или трое сыновей. Но теоретически, если все остальные потом урут у их потомки, то тогда тот единственный сын, который оставался, он когда умрет, у него, соответственно, нет родственников. То есть Герр или потомок Герем может быть человеком, у которого нет вообще родственников среди евреев. Так вот, Тора специально написал целый отрывок в главе Насо, почему-то в книге Бамидбар. Отдельный отрывок только про этот случай. «Им эйн леиш га гуэль». Если нет у человека наследников, то тогда, говорится, возвращают кому? Тот, кто украл и поклялся ложно, и теперь приносит скорбе нашам, а возвращает он коэнам, которые служат в храме. То есть коэнам на месте наследников в такой ситуации. Вот это все будет очень подробно обсуждаться, и здесь уже начинаются некоторые суги, связанные с этим. И дискуты определенные приводятся, раби Акивы, раби Йоси Аглили. Очень много деталей в отношении человека, который, соответственно, должен был Геру, и, допустим, еще при его жизни успел признать свою вину. Я в этом все дараться не буду. Единственное, что я хотел рассказать, это в самом начале здесь суги Гемора сразу после Мишны говорит раб Йосиф про человека, который украл и должен кому-то теперь вернуть, как мы сказали, если он поклялся ложно, и теперь после смерти того, у кого он украл, он сам наследник, он украл собственного отца. И тем не менее он не может оставить это имущество, он должен вернуть. Кому вернуть? Так говорит раб Йосиф, даже может вернуть цедаки. Если никого другого нет, он может дать лиар на кишель цедака. Но, если он отдает цедаку это, он должен предупредить, что это не его деньги, а это то, что он своровал. В смысле, видимо, чтобы не выглядело, что он делает митву большую цедаке, что он отдает какую-то сумму денег. Он должен сказать, что это вообще-то не мои деньги, это я должен в любом случае вернуть. Я отдаю это, потому что я украл. Это то, что я своровал у своего отца при его жизни. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!